Осколки Осколки Композитор Айше Андер Маньки Сценарий Елгай Стунч, Мурат Бетфу, Метин Али Режиссер Джилдет Мирджон Третья серия Алло Здравствуйте, я могу поговорить с госпожой Гюльсерен? Мама сейчас занята Вот как? А с кем я разговариваю? Это Джихан Герпанар А я с кем говорю? Я ее дочь, Хазал Хазал? Хазал, передай, пожалуйста, матери Пусть перезвонит, когда освободится Может, я могу помочь? Лучше я поговорю с твоей мамой Хорошо Кто-то звонил? Да, звонили И кто? Господин Джихан Мама, что ты творишь? Как ты со мной разговариваешь? Что значит, что я творю? Ты прекрасно меня поняла Гюльсерен, что происходит? Почему тебе звонят чужие мужчины? Не забывай, ты замужняя женщина И ты не можешь встречаться с другими мужчинами Только потому, что папа нет рядом Хазал, выбирай выражение Я ни с кем не встречаюсь Я что, по-твоему, идиотка? Я все вижу Наряжаешься, тайно разговариваешь по телефону С работы увольняешься Ты его с интернета изучала Но так и не разбираешься Забыла стереть историю А я увидела все Замолчи Почему она должна молчать? Отвечай, кто этот мужчина? Сестра, ты не вмешивайся Буду вмешиваться, еще как буду Я прибью его Гюльсерен, ты слышишь меня? Довольно Хватит Кто этот мужчина? Мама, кто он? Хватит, оставьте меня в покое Мама, кто он? Кто этот мужчина? Говори, кто он? Этот человек Твой настоящий отец, поняла? Твой отец Настоящий Значит, ты родила от другого мужчины И повесила на моего брата Потаскуха, да я тебя сейчас разорву на части Остановись! Потаскуха! Потаскуха! Ничего подобного! Как он тогда оказался отцом Хазал? Хазал родила не я То есть не я ее настоящая мать Что? О чем ты говоришь? В клинике перепутали детей Нам дали дочь Джихана Герпинара А нашу отдали им Хазал, ты моя дочь Ничего не изменится Ты всегда будешь моей единственной дочкой Пожалуйста, Хазал Когда ты узнала? Недавно, буквально вчера Значит, вчера А мне не рассказала Я хотела поговорить с тобой вечером Обо всем откровенно поговорить Хазал Хазал, открой Давай поговорим Хазал, я говорю тебе Ничего не изменится Я очень тебя люблю, Хазал Хазал Дочка Я хотела тебе рассказать все сегодня Отойди Хазал Хазал Хазал, дочка, не уходи Хазал Гельсерен, что за ритм Что с Хазал Ты сейчас соберешь тут всех мужиков Ну-ка, иди домой Быстро Бегом Какая тебе разница Пусти меня Смотри-ка Совсем стыд потерял Телефон Хазал Хазал, ответь, пожалуйста Хазал, ответь Хазал, ответь И чего ты так суетишься, раз она тебе не родная дочь Кому ты звонишь, Гельсерен? Алло, Шида Все хорошо, милая Хазал у вас? Сообщи, если она у вас появится Да, просто мои к ним мне Да Хазал нам не родная Оскан ей не отец А я ей не тетя Что же будет теперь, Гельсерен? Я не в состоянии отвечать на твои вопросы Я хочу увидеть свою родную племянницу О чем ты говоришь? Мне нужна родная племянница из нашего рода Я столько лет кормила и растила чужого нам человека Я думала, это дочь моего брата, но раз уж... Да что ты за человек, ни совести, ни стыда Это ведь ты растила, Хазал Ты одевала, обувала, кормила А теперь называешь ее чужой, да? Если бы я знала правду, я бы не стала этого делать Я зря посидела из-за чужого человека Хватит Хазал не чужая Она моя дочь Ясно тебе? Моя дочь Джихан, ты поговорил, они придут к нам? Поговорил, но она пока занята Позже снова поговорю Хорошо, обязательно сообщи мне Я перенесу все встречи А ты куда-то уходишь? Я пойду погуляю с Хандан Ну да, конечно Семья, дом, тебя не волнует Что ты хочешь этим сказать? Ничего А ты куда собрался? Ну, раз уж не удается провести выходной с семьей Лучше пойду поработаю Джихан, ты же знаешь, я делаю это не ради удовольствия Она должна передать мне управление фондом Дарья Дарья Дарья, ты в магазине? Что случилось, Гальфирен? Говори же, что случилось? Хазал ушла из дома Хорошо, жди меня там Я сейчас подойду 0-0-4-9-2-7 Оскан, ответь Подними трубку, братик Как всегда, когда нужен, ты не поднимаешь трубку Добро пожаловать Здравствуйте, тетя Эмина Джан Су Ты промокла до нитки Где же ты так промокла? На конной прогулке Заболеешь Иди скорее переоденься Мама дома? Нет Она ушла в свой фонд, да? Не знаю Мне не сказала Она с самого начала чувствовала, что я ей не родная Мне так страшно А вдруг с ней что-то случится? Перестань сразу думать о плохом Давай лучше подумаем, куда она может пойти У Шейды и нет ее У других подруг тоже К тебе тоже не приходила О, Аллах Где же эта девочка? А знаешь, я кое-что поняла Что? Господин Джихан Она же теперь знает, что он ее отец Не может быть Она ведь его не знает Где она его найдет? Найдет через интернет Сейчас все и всех можно найти через интернет Позвони господину Джихану и спроси А если ее нет? Так и скажет тебе А он не подумает, что я плохая мать Которая не уследила за дочерью Пусть думает, что хочет Главное, чтобы ты нашла Хазал Давай, звони Ну Алло, госпожа Гульчарен Алло Трубку взяла Джан Су Поговори с ней Спроси у нее Госпожа Гульчарен, это вы? Джан Су Да, это я Я рада вас слышать Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо А как ты? Я тоже в порядке Надеюсь, в школе все хорошо? Все хорошо, продолжай Да, хорошо Я бы хотела поговорить с твоим отцом Папа забыл телефон дома Какая досада Можете мне сказать, я ему передам? Нет, нет, я позже перезвоню Хорошего вам дня Она даже не обрадовалась Кто это был? Кто не обрадовался? Кто? Мама Моя настоящая мама Как настоящая? О, Аллах, почему я? Тетя Эмиль Хватит с меня Я так устала Почему со мной никого нет? Почему? Я одинока Джан Су, дочка, Джан Су Джан Су Я обидела ее Что случилось? Она подумала, что я ее не люблю Как мне теперь все исправить? Гульцарен, постой, не переживай С чего ты взяла, что она так подумала? По ее голосу После моих слов она расстроилась Это плохо Ладно, что было, то было Лучше подумай, как ты теперь найдешь Хазал? Даже не знаю Это господина Джихана, не могу дозвониться Может, ты пойдешь к нему в офис? Ты знаешь, где он работает? Да, знаю, но это неудобно Почему неудобно? Ты же ищешь свою дочь Да, ты права Иди, не теряй времени Вставай, иди Спасибо тебе, Дарья Потерпись уже, давай Потерпись уже, давай Добрый день Добрый день Я хотела поговорить с господином Джиханом С Джиханом Гюрпенар Как вас представить? Я его дочь Хазал В каком смысле? Миральдет Ты не видела мой Содовый? Здравствуйте Здравствуйте Казал Пройдем внутрь Она сказала дочь? Тихо Значит, твоя мама тебе все рассказала И ты теперь все знаешь Оказывается, я ваша дочь Да Так и есть Мы сами недавно узнали об этом Дай я тебя обниму Папа Вы мой папа Дай я тебя обниму Алло Салмаз, Диляра рядом? Да, что такое? Немедленно отойди подальше У меня есть для тебя потрясающая новость Диляра не должна этого слышать Одну минуту С вашего разрешения Говори скорее, в чем дело? У Джихана есть незаконорожденная дочь Что? Ты шутишь? Нет Она пришла в офис Ей 14-15 лет Когда? Две минуты назад Она сказала, что является дочерью Джихана Не могу в это поверить, Альпер Ты не можешь поверить А я просто в шоке Она сейчас в кабинете у Джихана Ее зовут Хазал Ну, это мой офис Я здесь работаю Очень красиво Очень красиво Прекрасный интерьер Да, красиво Но, может быть, пойдем поговорим в другом месте Что скажешь? Даже не знаю, что сказать Значит, он изменял ей тогда, когда она была беременна Джан Су Думаешь, Диляра знает? Я так не думаю Потому что сам Джихан сейчас в шоке Сказать тебе кое-что Диляра не спустит это с рук Джихану? Конечно же не спустит Это же Диляра Джихану придется туго Ладно, я кладу трубку До встречи Извините Солмасты в порядке? Какие-то проблемы? Нет, я в порядке У меня нет проблем Никаких Я чуть не забыла про ужин Рювейда, ты придешь? Нет, дорогая К сожалению, я не смогу Тогда у нас будет четверо Айлин? Добрый день Я бы хотела увидеться с господином Джиханом Господин Джихан вышел Когда он вернется? Не знаю, он не сказал Хорошо, спасибо Извините Что ему передать? Неважно, я сама ему позвоню Могу я у вас спросить С ним была девочка 14-15 лет Да, пришла какая-то юная госпожа И они вышли вместе Господин Альпер Держи язык за зубами Не вздумай никому ничего говорить Не подавай вида Джихану Я не хочу, чтобы он расстроился Ясно? Конечно И я пошел Казала, твоя мама знает, что ты сейчас со мной? Насколько я понял, нет Она, наверное, беспокоится? Нет, не беспокоится Давай ей позвоним Не нужно Казал, твоя мама тебя очень любит Я уверен, она сейчас сходит с ума от беспокойства Ей надо позвонить А я забыл свой телефон Она не беспокоится Вы совсем не знаете Гюльсерен Гюльсерен? Вы и сами знаете Что она не моя настоящая мать Красивая Есть много разных расцветок Ты нашла ее? Как мы и предполагали, она пошла к господину Джихану Его секретарь сказала Вот и хорошо Чего хорошего? О, Аллах Значит, с ней ничего не случилось Она жива и невредима Рядом с ней взрослый человек Этот взрослый человек ее отец И что? Они отберут мою дочь Что я буду делать, Дырья? Подожди немного Сергей, я уйду пораньше? А как же, господин Ниджати? Пойдем Все равно не успокоишься Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво Мне очень нравится Присаживайся Да Я тебе здесь заказал? Ваш кофе Спасибо Спасибо Благодарю А вы не будете есть? Я поздно позавтракал Ты ешь Приятного аппетита Мог бы позвонить и сказать, что моя дочь с ним, чтобы я не беспокоилась Он же забыл дома телефон Хазал рядом с ним Можно позвонить с ее телефона? Откуда ты знаешь, что он не предлагал ей позвонить тебе? Возможно, она сказала, что не хочет тебе звонить Это верно Это верно Ты и сама знаешь Хазал не останется со мной С чего ты взяла? Я потеряю свою дочь Она уйдет к ним Не говори глупости, Гельсерин Подруга, одно я точно знаю На свете нет лучшей матери, чем ты Я знаю, как бьется твое сердце ради Хазал Я знаю, что ты готова на все ради ее счастья Возможно, сначала она захочет уйти к ним Но поверь, в конце концов она вернется к тебе Ты ее настоящая мать Спасибо, Дырье Хорошо, что ты есть Спасибо, я не буду пить чай Почему? Пойду домой, может быть, господин Джихан привезет Хазал Держи меня в курсе Не заставляй меня волноваться Хорошо Надеюсь, вам понравилось Благодарю Ты довольна? Неплохо Приятного аппетита Было вкусно А почему мы приехали сюда? Чтобы поговорить и пообедать Я думала, мы поедем к вам То есть, к вам домой Туда мы тоже поедем К тому же, ты будешь жить у нас Но все это произойдет со временем Все нужно сделать так, как положено Понимаешь? Я не собираюсь возвращаться к Гюльсерен Казал Не говори так Вы мой отец И я хочу жить с вами Хорошо, хорошо Но я же сказал, мы сделаем так, чтобы никто не расстраивался Ладно? Мы все вместе поговорим Ты и я Госпожа Гюльсерен Моя жена То есть, твоя мать Твоя родная мать Джансу А кто такая Джансу? Джансу моя дочь То есть, ребенок, которого подменили в роддоме Пойми Я вам не нужна Казал Казал Нет, я вам не нужна Ну как же не нужна, дорогая? Очень нужна Нет, не нужна Дорогая, прошу тебя, успокойся Я вам не нужна, отпустите Давай поговорим, пожалуйста А я-то размечталась Обрадовалась, что у меня наконец-то появился отец Но я вам не нужна Казал, прошу тебя Ты можешь меня выслушать? Если бы я была нужна вам Вы бы не говорили постоянно, Агюльсерен Дорогая, послушай Ты, конечно, мне нужна Но я же сказал Что всему свое время Не получится все сразу Мы вошли в жизнь друг друга внезапно Все наладится Но все наладится со временем То есть, мы должны сделать все это так Чтобы никто не расстроился Ты понимаешь меня? Казал И как? Не знаю Я тоже не знаю Я знаю только одно Ты моя дочь Слышишь? Будь спокойной и доверься Я как-нибудь все улажу Ладно? Договорились? А теперь давай поедем домой Твоя мать наверняка переживает То есть, госпожа Агюльсерен Договорились? Поехали Мы уходим Что ты такое говоришь? Ну и ну Да Оказывается, мою родную племянницу Перепутали с другим ребенком в роддоме И что же ты теперь будешь делать? Заберу ее, Хатидже Я же не оставлю свою родную племянницу Свою кровиночку чужим Конечно Это твое право А что думает Агюльсерен? А кто будет у нее спрашивать? У этого ребенка есть родной отец в Германии Так ты же говорила, что не знаешь о его местонахождении Если понадобится, я отправлюсь в Германию Буду стучать в каждую дверь и найду его А что будет с Хазал? Она, наверное, вернется к своей родной семье Разве не так? Это и будет правильно Ну, конечно А разве ты не будешь скучать? Ну, как же мне не скучать? Конечно, буду Я же ее вырастила Столько труда в нее вложила Я буду видеться с ней Но не часто Иногда Гюльсерен Добро пожаловать Спасибо Вы уже уходите? Нам нужно поговорить с госпожой Кериман А, я как раз собиралась уходить Хатиджи, постой Ты что ее слушаешь? Нет, я пойду Мне нужно поставить еду на плиту Приходите еще До свидания Гюльсерен Гюльсерен, что происходит? Что за неуважение? Кто ты такая, чтобы отдавать мою дочь? Кто ты такая? Я сестра твоего мужа И так же тетя Хазал Ясно? У меня тоже есть право голоса Нет, дорогая У тебя нет права голоса Это тебя не касается И еще как касается Ты не будешь вмешиваться в это дело Госпожа Кериман Слушай, не разговаривай со мной В приказном тоне Иначе я выставлю тебя за дверь Ей-богу Ну и выстави Я не могу нигде найти дочь Думаешь, мне есть дело до твоих угроз? Хватит Вот как? И я тебе покажу Ты еще будешь собирать свои вещи на улице Хазал, дочка моя Где ты была? Я так испугалась Мама, не преувеличивай Извините, Хазал была со мной А я забыл телефон дома И не смог вам сообщить Ну и пусть Она же пришла Почему ты не позвонила? Разве нельзя было позвонить матери? Моя дорогая Проходите Выпейте кофе Благодарю вас В другой раз Проходите Я Кериман Здравствуйте Я тетя Хазал А я Джихан Герпанар Не стойте Проходите Кофе выпьем В другой раз Благодарю Как бы там ни было Мы будем теперь часто видеться Доброго дня Доброго дня До свидания До свидания Приходите еще Надеюсь Пойду поставлю чай Не спрашивай ни о чем Не буду спрашивать Хочу обнять тебя Хазал Ты моя жизнь Я так испугалась Что потеряла тебя Моя доченька Присядь Ты помнишь Как однажды Потерялась в парке Тебе было пять лет Был праздник И я купила тебе Красную юбку Вот такую Огненно-красную На карманах Были розовые сердечки Тебе она очень нравилась Ты ее любила Я заплетала тебе косички Ты была такой красивой У тебя были такие шелковистые волосы Ты просила Мама, покатаемся на карусели? Я сказала Что покатаемся на всем На чем захочешь Потом мы пошли покупать билеты Я отпустила твою руку А когда повернулась Тебя не было Мне будто бы вонзили Нож в грудь Я так сильно кричала Где моя дочь Что все собрались Вокруг меня Сначала я увидела Твою красную юбку Потом присмотрелась А ты стояла Испуганная С ромашками в руках Ты сказала Мама, я собрала тебе Ромашки Хазал Хазал Я тогда была Так счастлива Не бросай меня Ты все, что у меня есть Ты мое все Хазал Я люблю тебя Дочка Добро пожаловать, господин Джихан Ваш телефон Спасибо Госпожа Диляра еще не пришла Хорошо, спасибо Я бы скорее удивился, если бы она была дома Давайте сначала проведем собрание фонда Составим повестку Да, давайте работать Дорогой Диляра, ты до сих пор с людьми из фонда? Да А ты как? Ты уже дома? Да, я уже приехал Ты тоже приезжай домой Нам нужно поговорить Ты ужинал? Диляра, забудь об ужине Приезжай, нам нужно поговорить Я сейчас вернусь Что происходит, Джихан? Зачем ты так поспешно вызываешь меня домой? В чем дело? Мы обсуждали важные вопросы касательно фонда Неужели этот твой фонд для тебя важнее нашей дочери, семьи и вообще нашей жизни? Ну, из чего ты это взял? При чем тут это все? Диляра, я тебя не понимаю Почему ты такая? Все, что тебе нужно Это твоя светская жизнь, друзья, фонд Почему ты так себя ведешь? Джихан, ты можешь успокоиться? Думай рационально, успокойся Хорошо, можешь не приезжать Это действительно ни к чему Чего ты так скажешь? Может быть, по чашечке кофе? Дорогая, мне нужно ехать. Я не буду ничего. Твой любимый муж не может бить тебя жить? Да, именно так и есть. Мой любимый муж чувствует себя неважно. И поэтому ждет меня, чтобы я его побаловала. Как мило. Я восхищаюсь вами, Диляра. Уже поздно. Я поеду. Вы еще будете здесь? Невин, ты торопишься? Ну почему же? Я с тобой, дорогая. У меня нет мужа, который ждет меня, чтобы я его побаловала. До встречи. Увидимся еще. До встречи. Всего доброго. Джихану передавай привет. Поцелуй Азана за меня. Всего доброго. Наконец-то мы можем отдохнуть. Так долго работали. Да, у меня голова разболелась. А Диляра старается, чтобы госпожа Хандан сделала ее начальницей. Ну ладно, давай не будем сплетничать. Она хорошая женщина. Ее жалко не говорить так. Я огорчена из-за нее. А что случилось? Как что случилось? Ты не слышала? Что я не слышала? Ну и ну. А я думала, ты-то знаешь. Ладно, забудь. Ну ради Аллаха, откажи, что случилось? Давай поможем ей, она же подруга нам. А что мы можем сделать? Она ничего не знает. Не извади меня, что произошло. Но это останется между нами. Ну конечно. У Джихана есть внебрачная дочь. Что? Я так огорчена. А ты от кого узнала? Да не надо даже спрашивать, от кого. Ну скажи, от кого ты узнала? Возможно, это сплетни. Это не сплетни, мне сказал Альпер. Не верю, я поражена. Только посмотрите на Джихана, в тихом мутичарте водятся. Я думала, такое может случиться с кем угодно, но только не с Дилярой. Это кризис среднего возраста, дорогая. Когда люди живут долго друг с другом, обязательно что-то происходит. Нет, дорогая, это история из прошлого. Это как? Дочь уже взрослая, ей 14 лет. Не могу поверить, что ты такое говоришь? Это же настоящий скандал. А кто эта женщина, ты ее знаешь? Не знаю, Невин. Я многого не знаю, но разразится настоящий скандал. Диляра просто сломлена. Это печально. Это действительно печально. Она так мило разговаривала с Джиханом, была так счастлива. Мама, я ложусь спать. Иди сюда. Иди, иди. Иди, спокойной ночи. Сладких снов. Спокойной ночи. Что это такое? Когда он успел положить их в мою сумку. Ты хочешь откупиться от меня за 500 лир? Я твоя родная дочь. И что же я ему скажу? Проклятие. На все воля Аллаха. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь птица счастья сядет на голову Хазау. Что ты такое говоришь? Господин Джихан похож на очень богатого человека. И что с того, что ты хочешь сказать? А что я хочу сказать? Хазал избавилась от этой жизни? Тише. Она больше не будет жить в этой нищете. Я не отдам Хазал, поняла? Я не отдам Хазал. Сколько раз тебе повторять об этом. Ну-ка, убери это. Не отдаст она, видите ли. Хазал моя дочь. Гюль Сарен, не обманывай себя. Отдашь ты ее или нет, Хазал все равно уйдет. Это ясно, как божий день. Понятно? Она не уйдет. Гюль Сарен. Что? Посмотри на все это с другой стороны. Нам всем неимоверно повезло. Что? Если уж этот человек все равно богат, мы не собираемся отдавать нашу дочку даром. Что значит отдавать? Что значит отдавать? Что значит отдавать? Гюль Сарен, образуемся. Я не могу тебе ничего дать. Я и сама-то еле как выживаю. Не упускай такую возможность. Давай обеспечим себе достойную жизнь. А то... Что а то? Ищи себе другое жилье. Кериман, послушай. Я буду спать на улице, но все равно не подчинюсь тебе. Моя дочь не продается. Не продается. Какая дочь? У тебя даже нет хлеба на завтра, а ты показываешь свою гордость. Дорогая, что ты делаешь? Уроки? Пытаюсь заниматься. Пытаешься заниматься? Но почему? Почему? Дочка, что с тобой? Милая, да у тебя температура. Я простыла, папа. У меня насморк. Я принесу тебе лекарства. Я уже выпила лекарства. Вот это? Я посплю, и к утру от болезни не будет следа. Хорошо, дорогая. Ты действительно похожа на свою мать? На госпожу Гельсерин? Я такая же красивая, как она? Ты считаешь, что она красивая? По-моему, очень красивая. А ты так считаешь? Милая, ты же не думаешь, что я тебя брошу? Даже не думай об этом. Я никогда тебя не брошу. Ты моя дочь. Любимая дочь. Госпожа Гельсерин все равно меня не любит. Ну и ну, с чего ты взяла? Я поняла это. Каким образом? Ты же забыл свой телефон дома. Так. Она тебе звонила. Я взяла трубку, когда увидела, что звонит она. Она была холодна со мной. Ну, это вполне возможно. Она наверняка растерялась, когда ты подняла трубку. Вот и все. Знаешь, я подумала, что она обрадуется, услышав мой голос. Однако она не обрадовалась. Перестань. Ну, кто может не обрадоваться, услышав твой голос? Она точно обрадовалась, но просто не подала виду. Джихан, ты здесь? Добро пожаловать, мама. Здравствуй, милая. Почему ты еще не спишь? Уже поздно. Ложись. Джихан. Дочка, давай, действительно, ложись спать. Вот так. Молодец. Так. Вот так. Вот так. Субтитры подогнал «Симон» О, Аллах, дай мне силы, прошу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Слушаю тебя. Что произошло такого важного, что ты заставил меня встать из-за стола? Неужели ты так и не догадываешься? О чем? О том, что мы уже не счастливая пара? А когда мы были счастливой парой? Никогда за 18 лет. Мы всегда выглядели счастливыми только на публике. Милая, приятная семья. Ты же позвал меня не для того, чтобы говорить об этом. Мы будем говорить именно об этом. Вот как? Ну хорошо, я тебя слушаю. Дилера, мы ведь несчастны. Между нами нет любви, нет ничего. Мы с тобой как сожители. Хватит уже. Ты преувеличиваешь, Джихан. Я преувеличиваю? Дилера, я не хочу так больше жить. И что? Давай разведемся. Да, Дилера. Давай разведемся. Ты, кажется, не слышишь. Нет, я все поняла. Я слышала. Это невозможно. Почему? Мы что, католики? Разве мы клялись быть в браке и жить в любви до гроба, когда поженились? Ты не можешь вот так просто говорить о разводе. Я уже много лет говорю об этом. Все это в прошлом, Джихан. Теперь у нас есть дети. У нас есть положение в обществе. Ты меня слышишь? Плевать я хотел на твое общество. Хватит уже. Какое общество? Наша семья распалась. Твоя дочь лежит больная в комнате, а ты даже не знаешь об этом. Как я не знаю? Я сегодня десять раз разговаривала с ней. Ну да, ты лечила ее по телефону. Да, я ей сказала, чтобы она приняла лекарства. Право. Ты прошла испытания. Джихан, выкини с головы свои дурацкие мысли. Все наблюдают за нами. И теперь я не могу позволить, чтобы все говорили о том, что мы развелись. Я говорю тебе, я плевать хотел на твое общество. Хоть раз в жизни побеспокойся о себе, обо мне. Побеспокойся о нашей семье. Я и так беспокоюсь. Беспокоишься из-за чего? Ты боишься, чтобы общество не узнало о том, что Джансу подменили в роддоме. Ты печешься только об этом. Такова наша жизнь, Джихан. Мы такие, какой была наша жизнь все эти восемнадцать лет. Ты не можешь вот так проснуться утром и сказать мне, что хочешь развестись. Не смей выкидывать в мусор труд стольких лет совместной жизни. Ты меня понял? Илдорин, ты где? Хорошо, подожди меня, я уже еду. Добро пожаловать. Как дела, Ахмед? Спасибо, хорошо. Что-нибудь будете заказывать? Да, как всегда, Ахмед. Джихан, брат, что с тобой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не может быть! После его дочери пришла еще ее мать? Да! Альпер, ты мне ничего так и не рассказал? Я все рассказал? Кто она такая? Мы ее знаем? Нет, откуда мы ее можем знать, дорогая? Она вовсе не такая, как мы В каком это смысле? Судя по ее одежде, она из бедных Небогатая Ну и ну И где Джихан ее нашел? Однако она очень красивая женщина Если бы ты ее видела У нее глаза цвета изумруда Если ее одеть, отвезти к парикмахеру Она вас обеих затмит Ни от тебя, ни от Диляры Следа не останется Значит, такая уж красивая Это хорошо Случилось то, чего ты так хотел Быстрее сообщи Диляре Она затаскает его по судам Чего ты и ждал? Солмаз, неужели ты так узко мыслишь? Разве можно губить курицу, которая несет золотые яйца? Ты наблюдай Я разберу Джихана по крупицам Постепенно И пусть только не сделает меня компаньоном в Диле Редхорн Тогда и посмотрим При чем тут это? Солмаз, Солмаз Ты знаешь, на самом деле ты умная женщина Но иногда ты глупишь Я пойду к Джихану и скажу Чтобы он попробовал меня в этом деле А я буду молчать ради сохранения его брака Ты собираешься его шантажировать? Вот так Мы не будем использовать подобные слова Разве не так, моя прекрасная женушка? Моя красавица? Ты же никому еще не сказала? Ну, конечно, нет Солмаз Это очень важно Если кто-то узнает и об этом услышит Джихан То всему этому грош цена будет Ты поняла? Знание – сила, моя милая Я пошел Увидимся Доброе утро Доброе Джихан, давай поговорим А нам есть о чем говорить? Мы не будем говорить о твоем желании развестись Знаешь, какая твоя особенная черта? Это твои колкие высказывания Колкие выражения Которые ты искусно подбираешь И которые заставляют человека выйти из себя Разве между нами нет проблем? Или я хочу развестись просто так? Неужели? Джихан Извини Убери руку Джихан, пожалуйста, выслушай меня Я извинилась Чудо, ты извинилась Я помечу сегодняшний день в своем ежедневнике Я впервые слышу, как ты извиняешься Нужно извиняться, когда это необходимо Так принято у вас в обществе? В твоем окружении? В твоем социальном окружении? Джихан, хорошо, ты прав Я понимаю, ты несчастен Тогда давай предпримем что-нибудь Давай сходим на семейную терапию Попросим кого-нибудь о помощи Сходим на терапию? Почему ты смеешься? Я пытаюсь найти выход Да мы же 18 лет несчастны 18 лет Какая терапия? Разве она нам поможет? Выход очевиден Давай хотя бы на время отложим Эту проблему в сторону Так случилось именно потому, что мы всегда откладываем проблемы в сторону Мы уже 18 лет не разговариваем Хватит, выход один На данный момент Джан Суи, наша родная дочь, важнее наших с тобой отношений Разве не так? Хазал Что? Хазал Нашу дочь зовут Хазал Я знаю А если ты знаешь, почему не называешь ее по имени? Нет, ты специально это делаешь Доброе утро Милая, дай я посмотрю Температура спала? Слава Аллаху Очень хорошо Куда ты собралась? Я пойду в школу Дочка, не ходи сегодня в школу Мне нужно пойти, папа Мне нужно сдать домашнее задание Я в порядке Ну, хорошо Но если тебе станет плохо, возвращайся домой, хорошо? Конечно Господин Джихан, чай, кофе? Чай Озан еще не встал? Встал Он уже ушел в школу Озан? Странно Этот парень полюбил школу? Неужели у него появилась девушка? Не знаю Он мне ничего не говорил Он тебе не сказал Значит, ничего не произошло Госпожа Эмине Один зеленый чай Доброе утро Приятного аппетита Милая, тебе уже лучше? Да Папа проверил температуру И я нет Это хорошо Пойду, чтобы не опоздать Хорошо Иди, я тебя тоже поцелую Как мы с тобой договаривались? Обещаю, что вернусь, если мне станет плохо Моя любовь Как мало объявлений Теперь есть интернет Хорошо, давай сюда посмотрим Сейчас Я иду в школу, мама Посмотрим, когда вернусь Пока Ты меня не поцелуешь? Пока, тетя Удачных занятий, дочка Хазал Подожди Возьми Пусть будут при тебе Спасибо Когда смотришь объявление о работе Смотри заодно и объявление в аренде Если ты еще не поменяла своего решения Джихан Джихан, постой Пожалуйста, давай поговорим Пару минут О чем нам говорить? Ты собирался в среду пригласить их? Ты уверена, что хочешь этого? Да, я уверена Разве она не наша дочь? Хорошо Я позвоню ее матери Пусть приходят Мы сядем и поговорим Хорошо? Может, для начала поговорим между собой? О чем? Ну, откуда я знаю? Мы сможем договориться с этой женщиной? С ней можно договориться? В каком смысле договориться? Она отдаст нам нашу дочь? Я тебя не понимаю Тебе нужна Хазал? Конечно, нужна Разве она не наша дочь? Джихан А с каких пор ты этого хочешь? Я не каменная Джихан У меня есть чувства Конечно Я хорошенько подумала Мы не будем обмениваться детьми Диляра Понимаешь? О каком обмене ты говоришь, Джихан? Конечно, не будем Я говорю о том, чтобы наша дочь пришла и жила с нами Я хочу, чтобы она жила с нами под одной крышей То есть Джансу останется с нами и мы заберем Хазал, да? Да А что же будет делать ее мать? Мы заберем у нее ребенка и оставим ее одну? Так? Да, ты прав, ее жаль Эта женщина работает официанткой Неизвестно, где ее муж Она не сможет дать и тысячной доли того, что сможем дать мы Неужели мы заберем у этой женщины ребенка только из-за того, что у нее нет денег и плохое финансовое положение? Ты этого хочешь? Мы не останемся в долгу, Джихан Мы сделаем все необходимое Как же ты привыкла все в мире к деньгами? Имей хоть немного совести Белин, дай свой планшет Смотри, смотри Кто это? Кто это? Говори Проклятие Ну давай Белин, что с ним? Батарея села? Такое бывает Ну старый уже Ладно, вскоре я куплю себе новый Хазал, Шейда Что происходит, девочки? О чем вы болтаете? Добро пожаловать, господин Йилдерум Спасибо Прошу Добро пожаловать Спасибо Спасибо, Диляра Присаживайся Что будешь пить? Кофе, пожалуйста Конечно, сейчас Йилдерум, прошу прощения Что побеспокоило тебя с утра пораньше Но мне больше не с кем поговорить Не говори глупости Какое беспокойство? Как нам решить эту проблему? Мы с Джиханом снова поссорились утром А чего ты хочешь? Я хочу Забрать свою дочь Зачем? Что значит зачем? Потому что она моя дочь Только не начинай Не напоминай, что я видеть ее не желала Я подумала как следует Изменила свое мнение Изменилось твое мнение или чувство к ней? Ты решил устроить допрос мне? Нет, нет, нет Я пытаюсь тебя понять Не надо злиться Я хочу сначала понять А потом уже говорить то, что думает Хорошо Не знаю, с чего начать Я даже думать об этом не хотела Но теперь Я начала осознавать, что она моя родная дочь Наверное, материнский инстинкт Если бы она жила в хороших условиях Возможно, я думала бы иначе Да Когда я думаю, что моя родная дочь живет в нищете То есть? То есть меня волнует социальная сторона вопроса Например Что значит, например? Я не позволю, чтобы люди говорили Что Диляра Гюрпенар оставила свою дочь на улице Короче говоря, я хочу Чтобы моя дочь была здесь Пусть получит все, чего заслуживает Хорошо, а ты отдашь джинсу? Ты что, издеваешься надо мной? Как ты можешь об этом спрашивать? Как? А что будет с женщиной? Я же не предлагаю похитить ребенка Что значит, что будет с женщиной? И мы ее убедим Как будто это возможно Да, возможно Она может приходить и навещать свою дочь Я же не собираюсь их навсегда разлучить Неужели ты думаешь, что я настолько жестока? То есть ты думаешь, она отдаст своего ребенка? Мы предложим большую сумму для женщины, которая работает официанткой Ее жизнь изменится в один миг У кого есть деньги, тот и решает У меня есть деньги А у нее нет Короче говоря, решать все буду я Счет за электроэнергию 42 лиры Скоро придет счет за телефон и воду Давай Как ты все оплатишь? И работа лишилась Сказала, давай Ты из кожи вон лезешь, доказывая всем, что ты ее мать Но у нее есть и отец Не забывай об этом Чего ты от меня хочешь, Диляра? Я хочу, чтобы ты поговорил с этой женщиной Узнай, что она думает Сколько она хочет Прости, Диляра, но я не могу так поступить Что значит не могу, почему? Она не только твоя дочь Она и дочь Джихана Если вы оба так решите, то я поговорю с ней А без ведома Джихана я не могу Диляра, пожалуйста, пойми меня Мы с Джиханом дружим уже 20 лет Если я сделаю нечто подобное без его разрешения, он никогда меня не простит Тогда сохраним это втайне По-твоему это возможно? Хорошо Прошу прощения, Йилдерем Я не должна была предлагать тебе такое Но у меня к тебе одна просьба Слушаю Пусть этот разговор останется между нами Можешь не переживать, это останется между нами Если это все, что ты хотела мне сказать, мне пора идти До свидания До свидания Алло, Айлин Нет, не переживай, я не забыла Я приду на собрание Куда ты? Я тебя спрашиваю Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала Оскан Это я, твоя сестра Кериман Позвони мне срочно Мне нужно сообщить тебе кое-что важное Оскан, сразу же мне перезвони Хорошо, дорогой? Не говори глупости, Невин Джихан никогда не сделал бы ничего подобного Я говорю только то, что слышала, Хан Дан Это девочка-ровесница Джен Су Я думаю, эта женщина хочет подзаработать Ведь Джихан состоятельный человек Скоро все об этом узнают Какой позор Верно И это сильно навредит нашему фонду А при чем тут наш фонд, дорогая? Ну, если вы вместо Эрвейды Сделаете председателем Диляру В таком состоянии она не сможет выполнять свою работу как следует А с чего ты взяла, что Эрвейда уйдет с поста председателя? С чего? Она так сказала, ей не здоровится, поэтому хочет уйти Ведь все в курсе, что Диляра хочет стать председателем Прошу Здравствуй, милая Добро пожаловать Здравствуйте Добро пожаловать Как поживает Джихан? Вчера он выглядел беспокойным И не спрашивайте У него болел желудок Весь вечер капризничал Утром ему стало лучше Поэтому я пришла Слушаю, Эльпер Алло, Джихан, ты в офисе? Нет, не в офисе Еду навстречу Я хотел с тобой поговорить Что случилось? Что-то серьезное? Нет, просто давно не общались Просто хотел поговорить А вечером будешь в офисе? Я не знаю У меня назначено несколько встреч Насчет работы А ты в офисе? Нет, я в ресторане Сегодня собрание руководителей холдинга Я решил сам все проконтролировать Чтобы не возникло проблем Хорошо, ты правильно сделал Молодец Бог в помощь Встречу у него Почему отлыниваешь от работы? Добрый день Добрый день Не подскажете, через сколько дети выйдут на перемену? Минут через сорок Занятия только начались Могу я здесь подождать? Конечно Присаживайтесь Добрый день Добро пожаловать, господин Здравствуй, юноша Вы бронировали столик? Что? Вы заказывали столик? Да, да, да Держи Вот Вот этот столик Но, господин Господин, у нас тут будет банкет Я провожу вас в другой зал Что происходит? Кто это? Странный клиент, господин Я ничего не понял Ты сказал ему, что в зале нет мест? Сказал, но он не слушает Юноша, иди-ка сюда Иди узнаю, что он хочет Слушай, господин Принести винную карту? Да, оставь ты это меню Господин Джихан здесь? Господин Джихан? Джихан Гюрпенар Твой начальник Не знаю, господин Сейчас спрошу Иди работать Я сам займусь Слушаю Чем могу помочь? Не понял Вы спрашивали господина Джихана Я его партнер И что, я теперь должен обнять вас? Что? Я соскучился по нему Мы столько лет не виделись Хочу обнять сына Я его отец Ракми Гюрпенар Вот как Я его партнер Альпер Тек Здравствуйте Присаживайтесь Госпожа Гюльсерин Одну минуту Да Пожалуйста Освобождение от уроков Не могли бы вы вызвать мне такси? Наш водитель застрял в пробке Госпожа Гюльсерин Как поживаете? Хорошо А ты как? Хорошо У меня к тебе просьба Можешь не называть меня госпожой? Хорошо А как мне вас называть? Не знаю Я бы попросила называть меня мамой Но твоя мама может обидеться, верно? А зачем вы пришли? У вас дела здесь? Нет Я пришла увидеться с тобой Со мной? Когда ты вчера ответила на звонок Я растерялась и наговорила глупостей Потом меня замучила совесть А с утра я решила повидаться с тобой Нет, нет Я не расстроилась Правда? Хорошо Я рада Вы такая заботливая Спасибо Ты что, заболела? Будь здорова Дай посмотрю Я как раз собиралась домой У тебя температура У тебя температура Я не оставлю тебя одну Я отвезу тебя домой Не стоит утруждаться Я поеду сама Но может быть сначала где-нибудь посидим вместе Конечно, если вы согласны Конечно, конечно Но посмотри на себя Ты такая бледная Нет, нет, я в порядке Дочка, ты еле на ногах стоишь Я отвезу тебя домой Заодно поговорим по дороге Ладно, ладно, хорошо Набережная Эдипбель-Кандели А мы живем в Тубхане Старый район Ты знаешь этот район? Да, я туда ездила Когда искала вас Да Но ты не была у нас дома, правда? Нет Дай Аллах Когда-нибудь покажу наш дом Кажется, ты похожа на меня Папа тоже так говорит Я принесла тебе маленький подарок Мне? Да Это фотография Когда ты была еще моей Я думала, тебе понравится Конечно, понравилось Очень понравилось Большое спасибо А у вас нет фотографии вашего мужа? Моего настоящего отца? Дело в том, что мы с ним не видимся Мы расстались? Да Я подала на развод Но решение еще нет Вы были в России 10 лет А где вы были? В Москве? Какая Москва? Везде был Санкт-Петербург, Челябинск, Новгород, Смоленск Где только не был А чем вы там занимались? Торговлей Пиломатериалы Кожаные изделия Кузнечное дело Всем понемногу занимался Честно говоря Джихан никогда про вас и не говорил Я думал, что вы уже в лучшем из миров Что? Он сказал, что я умер? Нет, конечно Он так не говорил Просто у меня создалось такое впечатление Вот где она Правду говорят С глаз долой и сердца вон Я ему это еще припомню Послушай А вы давно с ним дружите? Нет Мы не такие старые друзья Но мы партнеры по бизнесу Я позвоню Джихану Он удивится, увидев вас Нет, нет, нет Не звони Я хочу устроить ему сюрприз Запиши сюда адрес Как там звали этого парня? Джанер? Джанер! Давай скорее, сынок Ты что? С вашего позволения Добро пожаловать Как вы? Добро пожаловать Как поживаете? Добро пожаловать Рад видеть Проходите В этом нет необходимости Не надо Прошу, госпожа С вас 39 лир Спасибо Спасибо Всего доброго Всего доброго Добро пожаловать Выпейте хотя бы чашечку кофе Нет у меня сейчас дела Я сейчас пойду Но в следующий раз Я зайду Хорошо А ты прими лекарства И отдохни Хорошо Не забывайте мне звонить иногда, ладно? Хорошо Ты тоже мне звони Я обязательно буду звонить У тебя ведь есть мой номер, да? Да Дочка До свидания Не забудь принять лекарства Хорошо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok 0049 Алло Здравствуйте Могу я поговорить с Маилом? Это я А с кем я говорю? Это Оскана Сестра Кереман Я не могу дозвониться до Оскана Он давал мне ваш номер Не могли бы вы связаться? Я не могу связаться с ним И сказать, чтобы он мне позвонил Это очень срочно Сестра Дело в том, что Оскана нет Как нет? Где он? Оскана арестовали Что? Что? За что его арестовали? Я не знаю Если б знал, рассказал Когда это произошло? В прошлый понедельник А вы знаете, когда его выпустят? Этого я не знаю Этого я не знаю Как я могу с ним поговорить? Как я могу с ним встретиться? В какой он тюрьме? Скажите Я все разузнаю и позвоню вам Я опаздываю на работу Все, я кладу трубку До свидания Погодите минутку Одну минутку Алло Ах, Оскан Что ты опять натворил, Оскан Что ты снова сделал, проклятый Оскан Давайте мне Приятного аппетита Ешь, пока не остыла Значит, дом господина Джихана Правда роскошный? Роскошный Прямо на берегу моря Пусть Аллах приумножит его благо Я боюсь, что они заберут у меня хазал Уже спать не могу по ночам Перестань, Гельсирен Разве не ты говорила, что господин Джихан Очень хороший человек? Но все же я в этом не уверена Возможно, он притворяется хорошим Чтобы забрать у меня хазал Хазал их дочь А их дочь твоя Все решит закон Для богатых закон не писан Они наимут адвоката И добьются желаемого Это мы, как всегда, окажемся крайними Забудь о богачах Лучше расскажи про Джансу Она была рада тебя видеть? Она была очень рада Меня это расстраивает Гельсирен, тебя ничего не устраивает Не говори так Джансу живет прекрасной жизнью Зачем ей я? Она не сможет жить в бедности Понимаешь? Не говори глупостей Разве все решают деньги? Ты подаришь ей любовь, теплоту А это намного важнее денег Давай уже закроем эту тему Мне срочно нужно найти работу От тех денег, что ты мне одолжила Осталось 50 лир 40 из них нужно заплатить за электроэнергию Утром я нашла объявление по работе Позвоню Дай Аллах Дай Аллах Господин Джихан звонил Позвони, посмотри, что он скажет Позвонить ему? Она еще спрашивает Звони, конечно Алло, здравствуйте, госпожа Гюзель Ну, здравствуйте, господин Джихан Прошу прощения, я не слышала звонка Ничего страшного, это не важно Мы можем сегодня встретиться и поговорить В прошлый раз, когда я подвез Казал Мы не смогли поговорить Конечно, когда? А можно сейчас, если вы свободны? Сейчас? Сейчас Впрочем, в любое время, когда вам угодно Да Хорошо? Хорошо, до встречи Гюль, Сирен, это ты пришла, милая Ты голодна? Гюль, Сирен, мы можем поговорить? Прости, я тут наболтала плохого Конечно, это и твой дом Мы живем под одной крышей Мы должны друг друга поддерживать, верно? А что случилось? Почему ты так изменилась? А, конечно Как я не поняла, я такая глупая Ты боишься, что я отдам Казал ее семье Получу за это деньги и не поделюсь с тобой Сказать тебе кое-что? Хочешь? Я не отдам им свою дочь Я никому ее не отдам Конечно, не отдашь Она твоя дочь, Гюль, Сирен Я была сама не своя Мне было тяжело Я устала от этой жизни Совсем устала Ладно, не плачь Жизнь нелегкая штука Оскана оставил и вас, и меня Разве я не пожертвовала многим ради него? Мама болела За ним все время смотрела я И это еще не все Кто отправил его в Германию? Кто купил ему билет на самолет? Кто дал ему карманные деньги? Ах, глупая моя голова Лучше бы я не давала ему денег Лучше бы я его туда не отправляла Он не звонит ни жене, ни дочери Ни сестре Гюль, Сирен Я не могу этого вынести А если и ты меня бросишь Я наложу на себя руки Клянусь Хорошо, не плачь Не плачь, не плачь Гюль, Сирен Кроме тебя у меня никого нет Если ты меня бросишь Что я буду делать? Гюль, Сирен Не бросай меня одно Хорошо, иди умойся Хорошо Я хотела бы сегодня уйти пораньше У меня занятия по йоге Я уже дважды пропустила Вы не против? Хорошо, Деляра Конечно, иди Зайдешь завтра За пресс-бюллетенем Или отправить по почте Будет лучше, если отправите по почте Ладно, Бог в помощь Спасибо, до свидания Простите, простите Мне очень жаль Прошу прощения Вы даже стакан чая Не можете нормально донести Вы так неожиданно За молчание отвечай Выйди Официантки всегда так делают К сожалению Тут ничего не сделать Ладно, я опаздываю До встречи До свидания До свидания Она сегодня не в настроении Видимо, уже узнала про дочь Джихана Ладно, давай закроем эту тему Это очень некрасиво Я налила чай Я налила чай Идем, садись Нет, я пойду На собеседование Желаю тебе удачи Дай Аллах Придешь с хорошими новостями До вечера Совсем распустилась Но погоди У меня еще Не зря меня называют Кериман Добро пожаловать Спасибо Прошу Как поживаете? Хорошо Спасибо, а вы? Я тоже в порядке Надеюсь, я не оторвал вас от работы? Нет, у меня нет работы Сегодня у вас выходной? Я ушла с той работы Это была временная работа Это к лучшему Может быть, что-нибудь закажем Перекусим Вы голодны? Нет, я только поела Можно чаю? Сейчас, господин Вы можете себе заказать Нет, нет Большое спасибо Не нужно Я тоже не голоден О чем я хотел поговорить В тот день, когда я подвез к залу Она сказала, что хочет Жить с нами Я знала, что вам нельзя доверять Госпожа Гюльсирен Пожалуйста, прошу вас Присядьте, пожалуйста У меня нет плохих намерений Я лишь рассказываю вам о том Что мне сказала Хазал Я решил, что вы должны знать об этом Хазал еще маленький ребенок Она не может сама решать С кем ей жить Я тоже так думаю Поэтому я и хотел с вами поговорить Успокойтесь Спасибо Благодарю Послушайте Произошла ошибка Наших детей перепутали в родильном доме Мы можем подать на них в суд Можно еще что-то сделать Но от этого ничего не изменится Теперь мы должны принять этот факт И решить, как нам жить дальше Я вам не отдам, Хазал Никогда, ни за что не отдам ее Я этого и не хочу У меня нет таких намерений, правда? Все будет так, как вы хотите Я не сделаю ничего, что может вас расстроить Ничего такого Как отец Хазал, я готов ее принять Но только при условии, что вы будете согласны Почему я должна вам верить? Да, вы правы Вы меня не знаете Но я даю вам слово Все будет так, как вы хотите Если вам моего слова недостаточно То можете сделать все по закону Можем составить письменный договор Или что-то в этом роде А что, если вы нарушите договор? Что же я могу еще предложить? Добро пожаловать Спасибо, Сима Принеси мне коврик для йоги Я переоденусь и пойду Сейчас же принесу А где госпожа Эминне? Она пошла за покупками Дженсу в своей комнате Дженсу пришла? Она заболела Вот как СИГНАЛИЗАЦИЯ Мама Ты уже вернулась? Вернулась, родная Почему ты рано пришла домой? Плохо себя чувствуешь? Что это, Дженсу? Чья это фотография? Госпожа Гельсерен мне ее дала Когда? Сегодня Она приходила ко мне в школу Откуда она знает, где ты учишься? Дочка, ответь Твой отец сказал Почему ты во всем винишь папу? Я ей сказала Мы с ней разговаривали, когда я ходила к ней Значит, вы довольно долго разговаривали Да А что там такого? Не понимаю Она сказала, что у нее тоже есть дочь Просила, где я учусь Я ответила Если тебе еще что-то интересное, спрашивай Хорошо, не сердись Я просто спросила Можно взять фотографию? А где учится ее дочь? Почему ты спрашиваешь? А почему нет? Она же интересуется тобой Субтитры создавал DimaTorzok Я не хочу ставить вас в неловкое положение Если не хотите, можете не рассказывать Вы же сказали, что мы должны встретиться с семьями Вы должны знать Мы сейчас не знаем, где отец сказал Простите Вы говорили, что он живет в Германии Да, но мы не знаем, где именно он живет и чем занимается О, Аллах Бахтияр Слушаю, госпожа Хорошо Я подала на развод Но, кажется, адвокат забросил это дело И все стоит на месте Хорошо Он не интересуется, сказал Несколько лет назад он звонил на какой-то праздник Меня не было дома Вы живете с сестрой вашего мужа? Приходится Если снять отдельный дом, то это лишние траты Этот дом достался нам от дедушки Хазал Прошу прощения Я вас, наверное, утомила Извините, что надоедаю Да нет, нет, что вы Вы меня не утомите нисколько Хотите еще чаю? Этот уже остыл Можно Можно вас? Принесите еще два чая Прошу вас Вы тоже можете задавать мне любые вопросы А что обо всем этом думает ваша супруга? Мы с ней поговорили Конечно, если это вообще можно назвать разговором Я не поняла, что вы хотите сказать Не знаю, как вам это объяснить Ваша супруга хочет забрать Хазал? Это вы пытаетесь объяснить? Нет, нет, минутку Если вы свободны, то приходите к нам в гости в среду Поужинаем вместе, поговорим, познакомимся поближе Если, конечно, вы не заняты Я приду, я буду свободна Только я не поняла, в чем проблема Проблема в том В том, что мы с женой собираемся разводиться Но если точнее, то я хочу с ней развестись У нас с ней не все в порядке Мы несчастные, постоянно ссоримся Поэтому обстановка в семье может быть немного напряженной Вот что я хотел сказать Вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слушаю вас Джон Су? Бахтияр, вон она Крайняя слева Госпожа Хазал Да Не могли бы вы подойти к машине? Вас ждет один человек Здравствуй, Хазал Здравствуйте Хазал, я твоя мама Садись в машину Ты правда меня не помнишь? Да что ты Я тебе сейчас дам подсказку Дай мне руку Смотри, тише, 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 не шумите Солнце красное взойдет, утро ясное придет Не помнишь? Когда я так делал, ты бегала за мной и просила повторить Я твой дедушка Дедушка Рахми Да, дедушка Рахми Ты не выговаривала букву Р Назвала меня дедушка Яхми Дедушка Яхми Ты смотри, она до сих пор не вспомнила Тогда я была совсем маленькой Верно, верно, ты была совсем маленькой Сколько тебе тогда было? Три или четыре годика? Моя милая внученька Иди ко мне А где Озан? В школе А ты почему не в школе? Я немного приболела Приболела? А ну-ка, дай я на тебя посмотрю Милочка, да ты вся горишь Сейчас дедушка приготовит тебе бульон Все как рукой снимет Горячий бульон Пропотеешь хорошенько и будешь как огурчик А где ты был, дедушка? Почему ты нас не навещал? А ты у отца не спрашивала? Спрашивала, он сказал, что ты в России Ну так я в России и был А что ты там делал? Скучал по вам Ах, годы, годы Безжалостное время Как быстро ты летишь Ты превратила меня в старика Дедушка, ты такой смешной Это еще цветочки Ягодки впереди Зачем тебе телефон? Позвоню папе, пусть приедет домой Ну разве так можно? Я хочу устроить ему сюрприз У нее была температура Мы сели в такси и я отвезла ее домой Температура? Высокая? Нет, не такая уж и высокая Но это грипп Ей нужно отдохнуть Ну такая уж Джан Су не слушает Я говорил ей не ходить сегодня в школу Но она пошла Но если бы она не пошла Мы бы с ней не встретились Это тоже правда Джан Су часто болеет Но поправляется быстро Вся в меня Хазал ее полная противоположность Редко болеет Но минимум неделю А она пошла в меня Спасибо вам за все Я вас подвезу Нет, я поеду на автобусе Ну что вы Не нужно, господин Джихан Так нельзя, прошу Идемте Большое спасибо Не стоит благодарности Тогда до встречи в среду У вас дома Договорились Да, я не дал вам адрес Нет, нет, я знаю Я же отвозила сегодня Джан Су Точно, совсем забыл Можно еще кое о чем вас спросить? Да Давайте уже перейдем на ты В конце концов Мы вырастили детей друг в друге Зачем такая официальность? Хорошо Давайте попробуем Со временем, может, привыкнем Хорошо, тогда я начну Увидимся, Курсиран Передавай привет, Хасал Передам, Джихан Спасибо за все Всего доброго До свидания До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Курсиран А кто этот человек? Ага. Ты специально не отвечаешь, Диляра Не можешь успокоиться, пока не отомстишь Ах, Диляра, ты стала моим наказанием Как здесь красиво Ты права, хорошее место Хазал, твоя мама работает, верно? Гульсерен? Твою маму зовут Гульсерен? Женщина, которая меня вырастила, зовут Гульсерен Конечно Нет, не работает она безработная Я думала, она работает официанткой Она оттуда ушла А на что вы живете? Мы не живем толком А с отцом ты видишься? Точнее, с человеком, которого ты считала отцом Нет, мы не видимся Значит, вы живете с мамой вдвоем У тебя нет дедушки, бабушки С нами живет моя тетя Вот как Кажется, ты не любишь говорить про свою семью Это не моя настоящая семья Да, конечно Просто я пытаюсь о тебе побольше узнать Мне интересно, как ты живешь А разве по мне не видно, как я живу? Добро пожаловать Спасибо Добро пожаловать Спасибо Что хочешь заказать? Не знаю Может быть, Карпаччо из окуня? Я тоже хотела заказать Карпаччо Я отошла, чтобы оплатить квитанцию А ты начал меня оскорблять Раз я на тебя работаю, это не значит, что я твоя рабыня Не смей мне грубить Я твой начальник, ясно? Тогда веди себя соответственно Ежедневно заставляешь работать по 12 часов Даже не думай, что мы тоже люди Раз тебе не нравится, можешь уходить Думаешь, я не найду человека на твое место? Вот и уйду Давай мою зарплату, и я ухожу Какая еще зарплата? Давай, я здесь не останусь Держи Вот Возьми деньги и больше не попадайся мне на глаза Убирайся Нужно было давно уволиться Лучше сидеть голодной, чем работать на такого мерзкого подонка Как ты? Что ты несешь? А что, я смотрю, ты удивлен Думаешь, я не знаю, какой ты мерзавец? Это хлевета Убирайся отсюда, пока я не прибил тебя Клевета? Стоит мне открыть рот, и ты от стыда не посмеешь даже голову поднять А если твоя жена об этом узнает? Убирайся отсюда Убирайся Больше не смей даже приближаться к моему магазину Пошла вон Будь я проклята, если буду с тобой ходить по одной улице, подонок Иди, иди Пошли Чего встали? Аллах все видит Что вам надо? Он тебя подарит Что случилось? Почему поссорились? Что было, то было Забудь Как у тебя дела? Устроилась на работу? Я не ходила на собеседование Почему? Я встречалась с господином Джиханом Точно Можно было бы пойти и потом Вы что, разговаривали целый день? Мы довольно долго говорили Как все прошло? Хорошо Он дал мне слово Сказал, что все будет так, как я захочу Ты только посмотри, какой хороший человек А что еще? Что еще? Как что еще? Вы что, несколько часов разговаривали об этом? Он дал слово Сказал, что все будет, как ты захочешь 15 секунд Мы говорили о том, о сем Он рассказал о своей жене Что она говорит? Она тоже так думает Гульсирен С тобой что-то не так Что? Ты такая рассеянная, странно себя ведешь Что происходит? Не говори глупостей Ничего не происходит Спасибо, госпожа Деляра Ну что, пойдем? У нас еще много дел Нужно пойти за покупками За покупками? Да Это будет отлично сидеть на Хазал Ты права Хочешь купить? Хочу, конечно Я уже давно ей ничего не покупала, но... Идем Простите, сколько стоит это платье? 39,90, госпожа У меня нет денег Я заплачу Тебя тоже уволили Как ты собираешься платить? Простите, сколько вы сказали? 39,90, госпожа Сколько будет окончательно? Пусть будет 30 лир, госпожа Хорошо, договорились Спасибо Хазал будет очень рада Субтитры подогнал «Симон» Может быть, пойдем в школу Хазал и устроим сюрприз? Можно А потом пообедаем где-нибудь, я угощаю В честь того, что я избавилась от этого подонка Ниджати Калинка Калинка, калинка, калинка моя Саду ягода, малинка, малинка моя Калинка, калинка, калинка моя Саду ягода, макали, макали, макая Эй! Масло вкуснятина! Есть кто живой? Мы здесь, на кухне. Заходи. Я так проголодался. Сима, что у нас на обед? Больше. Дедушка? Молодец. Сразу узнал деда. Разве можно не узнать деда? Ну-ка, посмотрю на тебя. Когда я тебя в последний раз видел, ты был ещё ребёнком. Ты посмотри, как вымахал. Дай посмотрю. Даже глаза мои весь в дедушку. Ты помнишь дедушку? Помню, смутно. Ты же был в России, верно, дедушка? Отец так говорил. Был в России, теперь здесь. Теперь ты будешь жить с нами? Отлично. Замечательно. Девочки, быстренько накройте на стол. Пусть всё будет красиво. Цветы и прочее. Хорошо? Мы хотим устроить родителям сюрприз. Бахтияр, отнеси пакеты в машину. Мы попьём кофе. Хорошо, госпожа Дилера. Здравствуйте, госпожа. Добро пожаловать. Что пожелаете? Здравствуйте. Мне чашечку эспрессо. А тебе, Хазал? Капучино. Ванильный. Ванильный. Хорошо. Получаются отличные фотографии. Даже не верится. Тебе понравилось, что мы купили? Очень понравилось. Спасибо. Не за что. Ты этого заслуживаешь. Разве Гельсерен купила бы мне такой планшет? Я и мечтать не могла о таком планшете. Ты любишь Гельсерен? Конечно, люблю. В конце концов, она меня вырастила, но я её мало волную. Оскану тоже нет до меня дела. А кто такой Оскан? Папа. То есть, я считала его своим папой. В последний раз он звонил мне два года назад. Поговорили всего пять минут. Пять. Им обоим нет до меня дела. Только Кериман за меня переживает. Это моя тётя. Я считала её своей тётей, пока не узнала про вас. Тебя тётя сильно любит? Любит, но... Но? Деньги она любит больше. Она работает? Когда жила в Германии, работала на одной фабрике. Сейчас дома сидит. А где вы живёте, Хазал? В Тупхане. А вы? Мы живём в Канделе. Хочешь посмотреть наш дом? Что случилось? Давайте сфотографируемся. Красиво вышло. Где же она ходит? Потерпи немного. Ещё не все ученики вышли. Гудок идёт? Выключен. Наверное, батарейка села... Смотри, это же еда. Смотри, это же еда. Смотри, это же еда. Смотри, это же еда. Как дела, Джихан? Альпер, здравствуй. Как обстоят дела с Редхорном? Скоро подпишем договор. Я тоже хочу войти в долю. Хорошо, не проблема. Но нужно внести 12 миллионов долларов. Если у тебя достаточно денег, я не против. Я подумал, может, ты внесешь мою долю. С чего ты взял? Я кое-что слышал. Вы похитили мою дочь. Вы похитили мою дочь. Я как дура, как наивная дура поверила тебе. Конец третьей серии. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова